ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Субин, а ты понял, о чем вообще шутка была? Да, он пересказывает, и ты понимаешь, что он реально понял тебя. И ты понимаешь, что там они в Африке, они уже и шутки их понимают, и вот эта жизнь их понимает. То есть они, в принципе, в этом всем уже варятся и живут вообще. Поэтому слава Богу, конечно, за наших друзей, за наших братьев, сестер, которые сегодня реально посвящают себя, там служение, и времени, конечно, смотришь, ну там просто интенсив такой идет, интенсив. Сегодня это, завтра то, послезавтра это, как бы, каждый день что-то, как бы. Ну, слава Богу, конечно, очень сильно. Конечно, они очень устают, много болеют, не просто малярии. В этот раз, ну, мне кажется, Бог нас сохранил, мы не заболели малярией, я думаю, что все, я надеюсь. Но я переболел гриппом африканским, помните, всегда Юля говорила, хоть бы малярия, хоть бы не грипп. Я думал, ну, гонит. Вот африканский грипп очень неприятный, очень. Это такой мерзкий, это не наш даже, это даже не вся эта, ну, в общем, не корона даже. То есть, и тяжело переболели мы все, кстати. Поэтому, ну, ребята постоянно вот в атаках, пожалуйста, молитесь за них прям. Я знаю, что вы молитесь. А можно просто, кто вот прям молится регулярно, именно за Африку, именно за рыбаков, подержите руку. Ну, есть, но не так много. Я очень прошу, молитесь. А Бог будет решать ваши проблемы, понимаете. Потому что там проблемы другие. Там проблемы другие. Ну, мы в 10 вечера искали продукты, потому что одна семья мы поняли, вообще нету. Галяк. И причем, говорит, им все, что надо, пошу, это вот мука, значит, и соус они это называют. Ну, то есть, им нужно буквально там что-то такое, масло, мука, чтобы они чего-то сделали, какой-то подлив, как мы по-русски. Ну, то есть, там такая пища простая. Кирилл учится в колледже, он рассказывает, он говорит, ну, какое там мясо, говорит. Сегодня, говорит, первый раз, говорит, помидоры давали или ананасы, что-то он там удивлялся. Ну, то есть, фасоль и кукурузная крупа, все, мука, все. Вот вся еда, и вот они так едят постоянно. И, конечно, мы, ну, мы в другой цивилизации живем, ребята, и, конечно, мы никогда их не накормим. Но если мы воспитаем таких учеников, как Фарук, и если будет неноминальное христианство, Африка изменится, но самое главное, что спасется. Но мы же не политики, мы с вами не призваны ее менять. Аминь. У нас есть президенты, пусть они думают, как это все менять. Наша задача спасать людей. Аллилуйя. Бог, он, знаете, любит нас. Это действительно. Когда я первый раз был в поездке в Уганде, знаете, я так вот внутри себя, о, этот новый вождь в очоле. Я такой внутри себя, думаю, вот, все ничего, все нормально. То есть краны нельзя попить, там, еще какие-то моменты, санитария. Вы что показываете? А ты не видел это видео? Все смотрели, как Макс танцует. Найдите, где Макс. Там вообще просто... Смотрите, друзья. Важно. И я такой... Ну, знаете... Давай-давай. Вот тебя показывают. Вот, смотри, тебя показывают. Вот там два ученика. Это. И вот думаешь, ну, вот все нормально, к всему можно приспособиться. Но когда ты знаешь, куда не наступит твоя нога, и везде все шевелится, все как-то разноцветное, что-то жужжит, что-то крякает. Крякает. Да, пропиркает. Какая-то мохнатая, здоровая. Ну, реально здоровая. Там тараканы, блин, здоровые. Просто. Знаешь, они маленькие, не очень, а здоровые, они вот... И ты думаешь, вот ко всему можно. Ну, вот это... Вот, знаете, Бог, вот насколько любящий. Мы приезжаем вот сейчас в Уганку, а там сезон засухи. Вот вообще ни одной живности. Он любит меня просто. Он как бы... Понял? Все засохли. Да, что-то мне как-то сложно. Реально, представляете? Даже хочешь таракана увидеть, а его не видно. Представляете? Вот у Васи был... Ну, он не... Вот просто, вот Бог, он все делает. Он вот... Вот он все усматривает, представляете? Мне нравятся эти эти живности. Значит, он усмотрит тебе поездку тогда, когда они спрячутся во имя Иисуса. Поэтому... Вот такой у нас Бог чудесный. И вот, представляете, поруха. Они сейчас нас смотрят, да? Друзья Афоя, я просто сейчас хочу передать... Вот спасибо, друзья, что вы приняли сына. Знаете, это очень важно. Вот сейчас Димы нет рядом. Порух, спасибо, что ты служишь моему сыну. Я думаю, это будет от этого польза, будет плод, знаешь, будет свидетельство. И он... Я верю, что он станет помощником. Потому что в миссионерской семье, в миссионерском быте, в миссионерском центре, в миссионерском движении невозможно остаться человеку, который не будет приносить пользу, который не будет созидать и быть помощником. Друзья, не быть помощником. Спасибо большое за молитву. Они реально очень сильно чувствуются, помогают, поддерживают. Да, там и болели, и всякие моменты, и трудности были. Знаете, Бог вот реально настолько любящий, вот Он все покрывает. Он дает силы на все. И смотря на поруха, и когда приходили сюда вот эти 12 человек, вот ты думаешь, насколько много делает поруха. Поруха же, правильно, поруха. Поруха поруха. А представляете, когда вот эти 12, они реально вырастут, примут вот эту ответственность и пойдут. Друзья, это вообще-то, представляете, вот будут, там просто будут все верующие. Если один человек, он столько делает, и через его свидетельство приходят многие, представляете, через 12 сколько придут. И это всего произошло за два года. Когда мы были два года назад, была всего лишь детская церковь. Ну реально, друзья, за два года осталась детская церковь, немаленькая, стало молодежное служение, и стало служение для лидеров, которые сегодня готовы учиться, принимать и поддерживать. Аллилуйя. Аллилуйя. Представляете, насколько много они могут сделать. Помните, да, была Глория, я выступал как от имени Вильяма Карея, да, и вот он говорил, когда он приплыл в Индию, у нас благословенное время. Мы, знаете, сутки, и мы в Уганде. Двое суток, и мы в России. Раньше люди, да, вы помните, кто был на Глории, кто не был, может, слушал, он добирался до Индии с Великобритании полгода. Чем люди жертвовали, на что шли. Сейчас у нас сутки, чтобы добраться до другой страны и послужить. И он говорил, важно, чтобы верующие становились из этого народа, потому что их будут слушать более. Представляете, сегодня слушают Фаруха. И представляете, что будет, когда вот эти 12, они реально станут учениками, последователями. Да там в кора вообще будет везде вот эти вот танцы по воскресеньям. И нас там заметят потом еще. А это первое, когда мы приехали. Когда мы приехали, но не смогли детей пустить. А было только молодежное собрание. Ну, сказали, дети, завтра приходите. Потому что, ну, это ребят, потому что рыбаковы делают против воли хозяев. Они все это проводят на территории своего дома. Это опасно. Но они белые, они русские, они это делают. И по просьбе хозяев просто они не пускают детей. Ну, это всякое может быть. Так дети вот залезли на забор и кричали на Мафою. Ну, там вся деревня приходит в движение по-своему времени. Бог сильно в славу делает. На минуточку. Вот, рыбаковы принимают у себя дома. Кто бы к ним не приезжал, они принимают у себя дома. Друзья, в Африке ни одна миссия не принимает у себя дома. Ни одни миссионеры не принимают у себя дома. Но они у порога. Ни у одних миссионеров. Им снимают гостиницы, их просят пожить где-то, или им снимают, или просят, чтобы они сами сняли. То есть, представляете, насколько реально посвященные люди сегодня, которые принимают к себе, показывают свою жизнь изнутри. В церкви мы иногда, знаете, не хотим показать свою жизнь изнутри. А на миссии там больше. Я заслужился. Максим, я заслужился. Полезно. Поэтому, друзья, кстати, гугл-переводчик классно. Но, не, не, друзья, а учить английский надо. Я остался. Я сейчас объясню. Я остался, значит, меня оставили ремонтировать машину. Ну, как африканцы. На целый день. Друзья, африканских два часа это с утра до вечера. У них свое время, у них нет часов. Я думаю, ну, два часа, ни кремом не помазался, ничего. Мне говорят, босс, присядь. Они мне так, босс, я такой, ладно, босс, босс, что я, пройти. Принесли мне стульчик, типа, в теньке. Ну, а там, друзья, вот реально гостеприимный, радушный народ, который принимает. Кто бы ни проходил, они все здоровались. И это не так, там, музунку, они там, hello, привет, там, афоя. И это было так искренне. Ну, реально, не то, чтобы посмеяться, что типа тут белого вообще занесло, а искренне. Когда я ждал запчасть около магазина, частная, ну, пока Дима ездил, там, все финансовые моменты. Кто бы ни проходил, они все здоровались, представляете? И вот эти вот ребята, которые ремонтируют, они все заказывают еду, и мне такие, есть будешь? Ну, я уже понял, что они мне как бы есть, не прямо с текста, с контекста. В этот момент ты понял, что надо английский, да? Я говорю, ну, как бы, нет, смотри, как бы это худеть надо. Но он у меня понял тоже. И представляете, реально, он мне говорит, да это вообще вкусно. Я говорю, нет, они от меня как бы отстали, им еду приносят, и они опять что делают? А я вижу, представляете? Ну, реально, они не доедают, они голодные. Но они предлагают мне порции небольшие, представляешь? И они мне говорят, давай я поделюсь с тобой. Ну, друзья, ну, это о чем-то говорит. Так вот, гугл-переводчик, в Африке, он может помочь вам в некоторых местах. Я тоже такой продвинутый, он мне там что-то там, хаваю, там все дела. Я такой, ладно. Ему, ла-ла-ла-ла-ла, гугл-переводки, а хопа, они тут-то было, они говорят по-английски, а читать не умеют. А-ха-ха, представляете? Это бог мне просто говорит, ничего, ты хитрец такой, да, хотел тут с гугл-переводчиком, учи язык. Гугл-переводчик в некоторых местах тебе поможет. Там люди больше, которые не умеют читать, чем тех, которые умеют. Потому что Фарух умеет, те 12, которые там рядом, не умеют. А как ты им будешь служить без английского? Только русскому научишь. Ну, я так, в принципе, старался. Спасибо, Максим. Ну, вы видите, да? Люди, приезжающие с Африки. Аллилуйя! Давайте помолимся, Господь мой, молимся за исцеление полное наших ребят. Очень тяжело в этот раз переборел Кирилл Рыбаков. Восстанови, молимся за то, чтобы ты хранил это дети Божьи. И мы все эти дни вроде как были в твоей благодати и радости. Но мы понимаем, каждый день опасность. Каждый день вызов. Каждый день проблемы. Папочка, спасибо, что есть люди, обыкновенные люди. Ведь многие сидящие сейчас здесь, в этом зале, ведь могли сделать то же самое, что Рыбаковы. Просто взять, поехать и служить, реально служить, там, где действительно есть нужда. Но почему-то пока только они, пока только Игошевы. Я молюсь, Господь, чтобы ты возбуждал дух нового поколения. Чтобы новое поколение это были наши, наши будущие Хадсоны, Тейлоры. Наши, все эти герои, которых мы показываем в Глории. И, пожалуйста, Господи, все это делается только для того, чтобы люди знали живого Христа, были спасены, рождены свыше, не пошли в ад, но пошли на небеса. Просаем Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Путок властей атеистического режима, но в несломленной вере в Господа. Тем, чье поколение постепенно уходит с нашей земли. Иван Ефимович Варанаев Иван Ефимович Варанаев вместе со своей семьей провел 10 лет в Америке. Там он окончил библейский колледж и несколько лет возглавлял славянскую баптистскую церковь. Затем был крещен Духом Святым и организовал русскую пятидесятническую церковь. В 1920 году Бог призывает Варанаева служить в России. Вернувшись в Россию в 1921 году, Варанаев открыл в Одессе первую пятидесятническую церковь. А через несколько лет стал председателем только что образовавшегося союза христиан евангельской веры. В 1920-х и 30-х годах христиане переживали сильное давление со стороны государственной власти. Их называли контрреволюционной сектантской организацией трезвенников-антивоенников. У них забирали молитвенные дома, где они проводили богослужения. И проводить собрания приходилось в лесу. Христиан постоянно допрашивали, обыскивали их жилища. За свою веру многие находились в тюрьмах и лагерях. В 1930 году Иван Варанаев и его единомышленники были арестованы и сосланы в республику Коми. Отсидев срок, они с женой хотели вернуться в Америку к своим детям, которые на тот момент жили и учились там. Но власти закрыли границы для семьи Варанаевых. Летом 1936 года Варанаев был направлен в ссылку в Калужскую область. В октябре того же года он был повторно осужден на 5 лет в лагере под Мариинском. Выписка из протокола 5 апреля 1937 года. Варанаева Ивана Ефимовича за участие в контрреволюционной сектантской организации приговорить к тюремному заключению сроком на 5 лет. Его жена Екатерина также была осуждена сроком на 25 лет. Когда она освободилась, ей удалось увидеться с детьми. Иван Ефимович же детей больше никогда не видел. Выписка из протокола от 2 ноября 1937 года. Бюст Ивана Варанаева высечен на памятнике героям веры в Одессе. 3 августа 2018 года в городе Мариинске Кемеровской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски Ивану Ефимовичу Варанаеву. Все сии умерли в вере, не получив обетования. А только издали видели оные и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Послание евреям, 11 глава. Я хорошо знаю Слово, и у меня с теологией все неплохо. Но я все равно, я больше все-таки ассоциация, понимаете, да? Картинка, образы. И все-таки книга Даниила, она такая, знаете, кажется... Хотя, мне кажется, это одна из самых таких ярких образных картинок. И там очень много историй, которые мы с вами используем. Мы как, ну так скажем, образно детская церковь, церковь для детей и молодежи. Мы часто используем этот материал. Вообще книгу Даниила должен знать. Но первую важную мысль, это не мысль проповеди, но важную информацию, которую я должен сказать, что есть две книги, которые схожи. Вы, я думаю, сразу же это понимаете, о чем речь, те, кто давно в церкви. То есть, я все-таки думаю, что есть такое понятие, вообще это библейский момент. Хотя, знаете, есть такой мистический, демонический момент. Знаете, такой тайна. Я был на такой молитве, но мне кажется, она не просто религиозная, она какая-то глупая. Ну, то есть, было так, давайте помолимся за нужду. Я говорю, за какую? А мы не будем говорить, какую. Если ты Божий человек, Бог тебя откроет. Ну, это вот, кстати, вот так вот Новохудоносор такой дурью маялся. Говорит, я сон видел, но я его не помню. Ты, Даниил, его вспомни и расскажи. А не расскажешь, я тебя убью. И вот я почти вот на такое попал. Вот, знаете, это был город Березовский. Первое мое собрание. Добро пожаловать, пастор, в нашу церковь. Вот, ну, это по принципу выживешь, долго жить будешь. Видите, я долго живу, да? Я выжил. Вот, я не верю в это, потому что у Христа все, у Господа все прозрачно. И вообще, вот эти тайны. Знаете, если честно, ну, бывает такое, я не могу тебе это сказать. Скорее всего, это может быть уместно, если это касательно другого человека. Да, это какой-то этический момент. Знаешь, если это касательно тебя, и если ты ходишь во свете, то из 100%, 99% ты скажешь, я могу и хочу тебе это сказать. И расскажи это всем про меня. А мы так, хотим рассказать про всех, а про себя ничего. Вот. Но есть Божья тайна. И тем, кто любит Господа, им дано знание. И есть Божья тайна. Вот Божья тайна, если библейский, если теологический, это и есть что? Одно слово какое? Откровение. Абсолютно верно. Мне приятно слышать, это не один голос. Именно откровение и есть Божья тайна. И вот есть две книги. Эпизодически и в других книгах мы видим, когда Бог открывал некую тайну, да? Некая, ну, есть такой Соломон, которому, в принципе, мудрость дана была, и какие-то вещи открывались. Но если говорить именно об откровении, то это две книги. Собственно говоря, книга Откровения, Новый Завет, Иоаннг и Даниила. Они очень похожи по структуре, но, наверное, книга Даниил очень сильно нам напоминает книгу Откровения именно с 7 главы. И здесь я как раз и хочу разделить, значит, книгу Даниила и сказать, что первые 6 глав – это главы, вот, ну, с точки зрения драматургии, да, вот, они сюжетные, правильно? Там все время что-то происходит. И если фильм, книгу Даниила снимать, то там именно первые 6 глав. То есть там кого-то в ров сажают, там кого-то в печь кидают, там рука пишет. И, кстати, очень такой фантасмагория, такая фантасмагория такая, знаете, такой, такой науэкшен современный, да? Но как можно поставить, объясните мне, как можно экранизировать книгу Даниила с 7 главы? Ну, то есть это тоже можно мультяшно все сделать, но что такое книга Даниила с 7, 8, специально говорю, 9, 10, 11, 12 главы? Что это такое? Это откровение, видение. Даниил видит видение. Ну, давайте скажем так, да, в данном случае, да, с Иоанном там немножко все по-другому. Все-таки это Новый Завет. Но если взять Ветхий Завет, да, то, вы знаете, я, у меня нет много времени, и я не собираю здесь какие-то подходы. Я сразу скажу, да, как я вижу. Я вижу, что 6 глав книги Даниила – это сражение. Хотя, кстати, именно в книге Даниила есть вот эта история, когда ангел был, шел, помните, шел, и 21 день, по-моему, да, надо было сражаться ему с духами, потому что не пускало, да, но я немножко о другом. Вот, ну, в свете того, что мы сейчас с вами читаем книжку в зоне сражения, да. Вот мне такое чувство, что первые 6 книг, первые 6 глав книги Даниила – это время подготовки Даниила, это время испытания Даниила, и это время сражения и духовной битвы Даниила. И мы видим не просто 6 глав битвы, а 6 глав, когда Даниил достойно побеждает и достойно выходит победителем, и, ну, в данном случае там нет понятия христианина, но там есть претензия на знание Бога, да. То есть как-то, смотрите, это языческое время правления, это язычество, и там уже не подчеркивают, да, там евреи, не евреи, а там просто человек, который, он поклоняется другому Богу, он не поклоняется истуканам, идолам, то есть идет заявка на верующего. Вот я не люблю слово верующий, я люблю слово христианин на самом-то деле, от слова Христос. Я люблю слово ученик, я люблю слово последователь, я люблю слово дети Божьи. В данном случае я буду использовать слово верующий. Верующий, потому что один из моментов, как мне кажется, тема книги Даниила, что любая заявка на веру, это не новая мысль, но сегодня я бы хотел, чтобы она еще раз очень четко прозвучала в твоих ушах. Если ты называешь себя верующим человеком, вера будет испытана. Моя проповедь будет называться, сразу скажу просто, не убегай, не выбегай из печи. Без печи твоя вера не будет иметь пробы, печати и теста. Ты должен знать экзамен. Даниил сдавал его регулярно. Он и в печи побывал, ну, как бы не он побывал, да, Сидорак Месах Авдинага, а он там со львами посидел. Вообще, что такое книга Даниила? Смотрите, я наброски в ту минуту, когда я получил откровение, сразу для себя написал. Книга Даниила мощная тем, что тут всех взвешивают, испытывают и проводят через огонь. В этой книге со всеми разбираются. Одних бросают в печь огненную, потому что они не поклонились идолам. Шестая глава, смотрите. Угодно было Дарию. Это уже другой царь. Это уже третий царь, потому что три царя здесь фигурируют. Царь Навуходоносор, царь Валтасар и царь Дарий. Причем Даниила называли Валтасаром, просто назвали его, как Сидрах, Месах и Авдинага. Это не настоящие имена, вы знаете, да? Им дали новые имена. И Дарий, это уже третий. И ему было угодно. И он поставил 120 сатрапов, над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Какой образ прослеживается параллельно? Образ Иосифа, да? То есть опять мы видим человека, которому Бог дает успех во всем. Но если мы видим, что Иосиф был испытан рвом, темницей, рабством, предательством, и мы видим, что и Даниил тоже, и как вообще, я говорю, это книга, где испытываются все. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него, в законе Бога его. То есть настолько они завидовали Даниилу, что они уже стали копаться не в нем, а в его вере. И мы видим, что они начинают доносить, доносить о том, что он постоянно молится. То есть, по сути, возвращается та же ситуация, которая с Сидрахом, Месахом и Авдинагом. Удивительная книга Даниила. Давайте все вместе скажем «Аминь». Здесь постоянно взвешиваются сердца. Сидрах, Месах, Евдинага, в печи, они не сгорели. И там, кстати, четвертый посреди них. Там песна «Сын Божий». Я первую проповедь о Христе слышал, ну, после того, как я покаялся, через три дня попал на евангелизацию большого евангелиста Шамбака. Это человек, который входил в десятку лучших евангелистов Америки. И он проповедовал из книги Даниила. Он рассказывал про этих трех, которых бросили в печь. Я не читал Библию, поэтому я эту историю услышал от Шамбака. И он говорит, «Но там четвертый был! Кто это?» И потом пошла проповедь о Христе. Вот такой. Для меня вот такое было евангелие. Оно было напрямую связано с Даниилом. Как все откровения, как книга «Откровения», она, с одной стороны, кажется иногда нереально простой, а иногда сложной. И чтобы понять Даниилу многие пророчества, ему именно нужно было пройти, я буду образно говорить, именно испытание огнем. Друзья мои, самый главный момент, один из моментов, что я вижу сегодня в жизни христиан, это их патологическое, неадекватное, простите за такие слова, желание выскочить из печи. Друг, без печи твоя вера пустышка. Без печи твоя вера напрасна. Новый Завет говорит о том, что наша вера должна быть испытана. И Петр, и Иаков говорят об этом, что она должна быть испытываема и в чище золото, испытываема огнем. Если мы не прошли испытания, если на нас нет пробы, наша вера глупа. Мы ученики, мы во всем должны быть торжественны со Христом. Мы должны пройти печь. И скажите это странное послание жене Воронаева. Они тоже в Ветхом Завете жили, потому что они жили сто лет назад. Мы не можем не говорить с вами о Воронаеве. Его расстреляли не на Урале, не собаки его загрызли. Его расстреляли на территории Мариинска. Благодаря, спасибо огромное, Олегу Васильевичу Новоторжину, который вместе с правительством Кузбасса и от РСХВИ, и от правительства, и от президента была большая работа сделана. И Иванов, кстати, к этому имел руку. И они открыли памятную доску, что он жил в Мариинске, есть. Но вот недавно Сергей Васильевич Лиховский сказал такую важную вещь. Это открытая информация. Книга была написана результатом исследовательской деятельности. Исследовательскую деятельность Елена Михайловна провела, пройдя архивы. И больше всего, она везде была, но больше всего все ноги и все дороги не только в Рим ведут, но, оказывается, и в Кемеровскую область. И Сергей Васильевич сказал потрясающую вещь. Он сказал, что, ну, вы знаете, это открытая информация, что книга была исследована на грант президента Российской Федерации. И мы можем видеть это и понимать, что это как покаяние нашего государства за то, что был загублен Божий, служитель и Божий человек. И понимаете, друзья мои, не изучать жизни людей, которые в Новом Завете, в новозаветное время, в наше современное время отдали свою жизнь ради Христа, благодаря чему сегодня и существует не одна община в Кемеровской области, но сто лет назад здесь, буквально уже сто лет назад. То есть, получается, в 30-е годы прошлого века, мы сейчас живем в 30-е годы этого века. То есть, это буквально такие вещи происходят. Поэтому здесь была серьезная община, мы всегда знали, что здесь была серьезная община евангельских христиан-баптистов, но здесь была большая, и Елена Михайловна нам тогда открыла, она вскрыла архивы, здесь была большая община пятидесятников, потому что Варанаев пережил крещение Святым Духом на Азуза-стрит. То есть, он пережил это излияние. И, друзья мои, если мы посмотрим его жизнь, то теология вот этой суперблагодати, теория того, что все, забей на все проблемы, сейчас только радоваться, они радовались. Они радовались. И радости тебе нужно учиться не у тех людей, у которых сегодня брюхо с жиром от временной, подчеркиваю, хорошей жизни, потому что мы не знаем, что будет завтра. А радости нужно учиться у Варанаева и у его жены. Когда человека расстреливали, когда человека гнобили в тюрьме, когда лишали родительских прав. Вот понимаете, вот мы все с вами такие крутые верующие, но мы даже не допускаем. Не-не-не, мы в другое время живем. Чур меня, как? А если поменяются времена? А придет власть антихриста? И опять начнут лишать родительских прав. Вот честно скажи, ты готов? Если говоришь, нет, не готов, а в чем-то? А где твоя печь? И, конечно, совершенно нормальная реакция, когда в печь не хочется. Понимаешь, вот если тебе хочется в Турцию, но не хочется в печь, это нормально. Нормально это, не грех. Но если про христианство, то не всегда Турция, но очень часто печь. Сидрах и Мессахов Динага были испытаны. Даниил был испытан со львами. Новохудоносор. Удивительный царь. Потрясающий царь. Сначала именно при царе Новохудоносоре и появились Даниил, Валтасар в Сидрах и Мессахов Динага. Именно Новохудоносор влиял на то, чтобы их готовили и чтобы они были людьми высокого духа. Новохудоносор видит этот сон, не понимает его. Ему Даниил его растолковывает, говорит ему классные вещи. Новохудоносор исполнен чувство благодарности Даниилу, поэтому в третьей главе ставит себе истукан. Которому все должны поклониться. И именно из чувства благодарности Сидраха, Мессаха и Мессаха и Мессаха с гневом погружает в печь. 19 стих, 3 глава Даниила. Исполнился ярости, ведь лица его изменился на Сидраха, Мессаха и Мессаха. Он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска приказал связать Сидраха, Мессаха, и Мессаха. Идинако. Они там бегали в печи, но они были связаны. Тогда мужи связаны были в исподнем и верхнем платье своем, головных повязках и прочих одеждах своих, и брошены в печь раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайна, то пламя, огня убила тех людей, которые бросали Сидраха, Мессаха, Идинако. Ну, можно сказать, да, что, ну, там, почему этот человек не умер? Да, яд был слабый. Почему они не сгорели? Да, печь плохо растопили. Люди, которые бросали этих людей, умерли, а людей, которых бросили, не умерли. Дорогой мой, если у тебя будет сильная вера, люди, которые бросают тебя в печь, умрут, а ты будешь жить и возвещать дела Господни. Это одно из важных откровений этой книги для меня сегодня. Второй момент, второй момент, очень важный. Нужна определенная температура. И чтобы твоя вера была испытана сполна. Не просто печь разожгут, а разожгут в семь раз сильнее. Это знаешь, когда, это знаешь, вот это вот доколе, 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 доколе мне это все терпеть. Значит, вот мы сами сидим и в нас вшит такой вот механизм, такой термометр. Вот мы сами так все, 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 хватит, все. Испытание уже очень серьезное. Все, температура большая, хватит. Термометр не в твоих руках. Термометр в его руках. Вот он там сидит со своим термометром. Говорит, твой термометр гонит. Температурка мала, стрижка только началась, сейчас мы дровишек подкинем. Тебе сейчас тяжело, плохо, да, трудно, да, в семь раз надо поднять. У тебя нет другого пути, как просто доверять Господу в тот момент, когда кто-то разжигает печь в семь раз больше. И именно доверие Сидраха, Месаха, Евдинага помогло им. 23 стих, 3 глава. А си и три мужа, Сидрах, Месаха и Евдинага упали в раскаленную огнем печь. Связанный новохудоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли я мужей бросил, не троих ли мужей бросили мы, мы, кого-то, если бы он кидал, тоже бы он сгорел, мы, в огонь связанными, они в ответ сказали царю, истинно так царь, на это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, именно в печи, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию, именно в печи, именно во время высокой температуры ты лицом к лицу встретишься с Сыном Божьим и переживешь встречу с Ним. Все свидетельства, которые я слышу, ребят, простите, ну не в Голливуде и не на Черном море, вот лежу я у бассейна, приносят мне, мы алкоголь не пьем, приносят мне ананасовый сок, и тут я как встретился лицом к лицу с Богом, это как правило мы говорим, в этот момент столько искушений в мою голову влезло, а там музыка еще не христианская играет, но почему-то именно когда в печи, мы не говорим, знаешь, столько искушений было в этот момент, мне так хотелось закурить, там нечего курить, там один сплошной, курива, курива там, везде курива там, тебя тоже курят, тебя там курят, тебе не хочется курить, когда тебя курят, понимаешь, когда плоть страдает, она не хочет грешить, и вот в этот момент у тебя нет искушения, у тебя только это, прости мя грешного Господь, ты вопьешь Богу день и ночь, ты вопьешь, как еврейский народ вопьет, друзья мои, одна из причин, вот это, вот это недовольство, ропот, вот я все по-другому вижу, а ведь на самом деле это же все ложь, да не из церкви ты хочешь сбежать, из печи ты бежишь, просто из печи, но знаете как, третья глава, это глава победы, что в ситуации с Даниилом, кстати вопрос, где был Даниил, почему он не был в печи, но зато он потом прошел, индивидуальная программа есть, вип-программа есть, вот вы можете массово ходить в бассейн, можете индивидуально, за это надо больше будет заплатить, вы не хотите в печи, да нет проблем, можно со львами, такое упражнение у нас есть, такая спа-услуга, полежать на львах, подо львами полежать, засунуть голову в львиную пасть, и это не фокусы, а некоторым надо, вот прямо вип-спа-программу, сначала в печь, а потом ко львам, глава с печью и глава с львами заканчивается, заканчивается признанием царей, что Бог этих людей велик, давайте прославим Господа, а есть другая ситуация, можно не идти в печь, можно не бросаться ко львам, но пятая глава, это глава про Валтасара, царя, который был язычник, который, там сердце его очень сильно, это, да, и что написано, и появилась рука, и она стала писать, она стала писать, было так написано, мене, мене, текил, упорсин, и значение слов, мене, исчислил Бог царство твое, положил конец ему, текил, ты взвешен на весах и найден легким, перес, разделено царство твое, вы знаете, лучше быть в печи, а пережить сладость победы, и когда люди, которые бросают тебя в печь, они скажут, ты достойный Божий человек, ты Божий герой, потому что твой Бог, истинный Бог, и я хочу жить с таким Богом, как ты живешь, научи меня. Друзья мои, мы рафинированные, мы сегодня не готовы, действительно, в большей степени, подставить щеку своим врагам, мы обязательно им, меру добрую, утрясенную, переполненную, отсыпем, простящему всегда дадим, воздадим, но здесь другое, они не сражались за себя, они не боролись, они не защищались, можно предположить, такую потасовочку перед печью, то есть наши три брата становятся, извините, уже из школы Шаолиня, и с этими наушаками, хам-хам-хам-хам-хам-хам, вот это будет Голливуд, но это не книга Даниила, или, ну и Петр тоже попытался там что-то помахать ножом, помните, да? А Иисус сказал, вложи, Иисус тоже очень достойно прошел Свои уголков, чтобы быть Божьим человеком, которому Господь даст серьезное откровение, как Он дал Даниилу, то есть, что такое первые шесть глав книги Даниила? Это время, когда Бог всех взвешивает, проверяет, изменяет. И Новохудоносор тоже свое получил, вы помните, он после вот этого всего, что произошло с ним, он так возгордился, гулял, и там, там, знаете, там начинается глава с четвертой, вот так вот, я не знаю, как у вас, хотелось бы увидеть, можно мне четвертую главу, первый стих? Большая буква Я, а у меня она прямо, у меня вот такая вот, у меня Я прямо на две строчки, А Я это последняя буква, и это очень по-русски можно артежски передать, да? Даже не обязательно в творческую лабораторию ходить, можно сказать так, Я Новохудоносор спокоен был в доме моем и козлом стал. Можно я вам перескажу коротко эту четвертую главу? Я Новохудоносор был спокоен и стал козлом. Козлом стал. Он был отлучен от людей. С точки зрения психиатрии, это что-то, я даже не знаю. Кстати, я пытался понять, что за психическая болезнь у него была. 22 стих, четвертая книга. Тебя отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, травой будут кормить тебя, как вола, росой небесный, ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою. 26 стих, по пришествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силу и могущество, и в славу моего величия. Еще речь, ой, как я хотел бы экранизировать этот кусок. Давайте его, давайте хоть, давайте, давайте сделаем спектакль. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос, тебе, говорят, царь Новаходоносор, царство отошло от тебя, отлучат от тебя, от людей, будет обитание твое полевыми зверями, травою, кормит тебя, как вола, и всем времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим. А может быть, раньше познать, что он владычествует, и не обязательно превращаться в козла. Вы знаете, вот в печи побыть, это как-то так, ха-ха-ха, а вот в козла превратиться, ну, мне кажется, это превратный он. И я не хочу этим путем идти. Я хочу прославить Господа, как Бога. Тотчас исполнилось это слово над Новаходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его. Это не наказание было, понимаете, это не какие-то там приехали в воронке, нет, он просто превратил, но это, это сумасшествие какое-то, это бешенство. По окончании же дней, знаете, такая картинка, раз, и как вот безумие пришло, так безумие ушло. Возвел глаза к небу, и разум возвратился. Ой, как все, хопа, я Новаходоносор, я не козел, но Бог великий. Просто за этот маленький эпизод надо было понять, что не я, а он. Безумие приходит тогда, когда мы думаем, что я, а не он. Обиды, бесконечные, претензии, они как вот складываются, примерно, давайте, какая формула? Я пахала. Не надо было пахать. Понимаешь, не надо пахать, пусть он пашет. А я, если пашу, то я просто это делаю в его славу. И жизнь моя обновляется, и юность моя обновляется. Не надо горбатиться, и горб тогда не вырастет. О, кстати, хороший, да, вот этот вот? У меня горб. А ты не горбатиться. Ты просто будь тем ослом, который все еще несет его. Слава не тебе, осел, слава ему. А я всего лишь осел, и я не буду козел. Если ты действительно хочешь серьезного служения, чтобы Бог употреблял тебя, не беги из печи, позволь Богу сжечь все твои амбиции, твою гордость, разобраться с твоими вещами. Ты можешь называть это Голгофой, ты можешь называть это пустыней, ты можешь называть это пещерами, по которым бегал Давид. Ты можешь это называть печью, ты можешь называть это рвом со львами, ты можешь называть это тюрьмой Иосифа. Неважно. Тебе это нужно пройти. И что тогда происходит? Происходит новый уровень. Господь дает серьезные откровения Даниилу, которые мы сегодня с вами до сих пор не до конца можем разобраться с ними. И вторая мысль, и я захочу закончить. Классно, что среди них был Сын Божий. Но я думаю, что сила все-таки была в том, что в печи было трое. Сидрах, Месах и Евдинага. Знаете, я не хочу ничего объяснять, но я хочу сказать, я понимаю, что такое, когда ты в печи не один, а когда хотя бы трое, а я счастливый человек, вокруг меня сегодня больше в печи, чем трое. И я, знаете, недавно понял, что не важно, какая печь, не важно, какая температура, и не важно, как люди пытаются со стервенелостью в семь раз поднять температуру, что этот огонь их же испаливает. Важно, что рядом с тобой есть трое храбрых, трое мудрых, трое сильных, которые вместе с тобой потом танцуют в этой печи. А когда есть вот это единство, среди нас всегда будет Сын Божий. Останься в церкви, страшнее всего проходить огонь и быть в печи вне церкви и вне тела. А печь проходят все, и те, которые в церкви остаются, и те, которые вне церкви. Но когда ты в церкви, вокруг тебя есть Сидрах, Месах и Авдинага. Вокруг тебя есть те, которые не дадут тебе сгореть и которые будут держать тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...